Долги перед работниками предприятий «Чуваш Автотранс» и «Чуваш Автодор» будут погашены в сжатые сроки. Какие для этого предпринимаются меры, обсудили в Доме правительства. Сегодня на свое первое заседание собрались члены межведомственной комиссии по вопросам своевременной выплаты заработной платы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ранее у нас было несколько комиссий, которые создавались при министерствах и ведомствах. Но для повышения эффективности работы мы объединили их и будем работать в новом составе на результат по конкретным темам и проблемам. У членов вновь созданной комиссии работы непочатый край. Долги перед работниками предприятий республики превышают 25 миллионов рублей. С учетом сложности в реальном секторе экономики, с учетом закредитованности в наших организации, сегодня эти проблемы то в одном месте возникают, то в другом месте возникают. Совместно с прокуратурой, следственным комитетом, судебными органами, госинспекцией труда мы стремимся и работаем, чтобы ликвидировать эти долги перед работниками. В списке должников 20 организаций и лидер антирейтинга предприятия Чувашевтотранс. Гендиректор Сергей Фомичев делает амбициозные прогнозы. В ближайшее время крупнейший перевозчик республики должен войти в ровный режим работы без убытков. И тогда работники будут получать зарплату без одержек. Задолженность по заработной плате на 28 августа составляет 12,7 миллионов. Ежедневно в среднем производится выплата заработной платы в размере 620 тысяч рублей. На сегодня собственными силами предприятие полностью погашена задолженность по заработной платы за июнь и аванс июля. Чтобы вывести предприятие из долгового пике, необходимо оптимизировать расходы. В рамках программы финансового выздоровления с мая 2017 года ведется работа по централизации управления. Ведется работа по передаче имущества из филиалов в эти подразделения, по окончании которой будет разработан новый устав предприятия. И затем филиалы будут ликвидированы. Долги предприятия росли в том числе и из-за хищения и суточной выручки. Чтобы решить эту проблему, подвижной состав необходимо оснастить видеокамерами и счетчиками пассажиропотока. В рамках пилотного проекта на ряде автобусов установлена система видеонаблюдения. Но в силу ограниченных финансовых потоков, понятно, весь подвижный состав сегодня не можем оснастить видеонаблюдением. Но по итогам работы данных автобусов, безусловно, есть и положительная динамика по выручке. Мы разберемся, соответственно, и выйдем на нормальный уровень отношений. Все тогда будет нормально, и коммерческая организация по перевозке пассажиров тоже будет зарабатывать. По маршрутам надо смотреть. Сейчас городские власти и муниципальные власти, соответственно, сельские местности переводят определенные межмуниципальные. Там министерства транспорта должны высмотреть на эти вещи, какие маршруты будут выгодны прежде всего для пассажиров. Тревожные звонки поступают и от работников предприятия «Чуашавтодор». Более 800 человек уже больше года не могут дождаться заработной платы. 52 миллиона у нас является задолженность по заработной плате, которую мы планируем все-таки погасить до Нового года. Погасить долги в полном объеме предприятие «Банкрот» может только распродав свое имущество. Но эта работа буксует. Проверки показали, что реализовать ликвидные объекты было возможно в более сжатые сроки. 8 августа 2017 года обеспечено получение положительных заключений на имущество базы отдыха «Дорожник» с подтверждением рыночной стоимости. Насколько я владею информацией, это около Волжской золи, да, там, где вот Сутерка, так? Волжанка. Волжанка, да. Ликвидное место на берегу Волги. Согласно федеральному закону... На торги это самое не выставили вы его? Согласно федеральному закону о банкротстве я должен собрать комитет кредиторов, на котором утвердить должен положение. Утвердили? Утвердил положение. Когда? На сегодняшний момент, 12 октября, будет выставлено данное имущество. Работать надо с честью и достоинства, выполняя свои прямые функциональные обязанности. «Вы прекрасно знаете, что сегодня говорить о том, что торги состоятся с первого раза, тоже некорректно. И говорить о том, чтобы вы в октябре проведете эти торги, и таким образом имущество будет отчуждено, тоже таким образом я расцениваю как некое введение в заблуждение». Глава республики отметил, что затягивать торги недопустимо. Также Михаил Игнатьев потребовал составить подробный график погашения долгов. За этой работой наладят тотальный контроль. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.